Дорогие друзья, продолжаем с вами путешествие по книге Ти-Лим. У нас сегодня тридцатый псалом. Ну, тоже очень сильный псалом. Во-первых, 13 строчек этого псалма очень символичны, потому что число 13 соотносится в иудаизме с тринадцати мерами милосердия. Вообще, это хорошее число еврейской традиции. Десять раз упоминается именно имя Бога, что показывает, что как бы то, что мы просим, для чего мы применяем этот псалом, он как бы закрепляется на верхнем уровне. Итак, для чего его применяют? Его читают, написано в древних книгах, при всяком несчастье, а также при переезде на новое жилье, что тоже иногда как целая история. Этот псалом читают, если ты хочешь, чтобы твой супруг, в первую очередь, обычно относится к жене, но также и к мужу соотносится. Если он был лучше, чтобы он мог что-то в духовном плане, чтобы как-то понимали друг друга, чтобы лучше работалось в духовных сферах, написать на клаве вот этот тринадцатый псалом, и чтобы, например, жена носила его с собой. Этот псалом помогает убрать негативную духовную энергию, плохую. Во всем, что происходит с человеком, любое негативное событие, написано в книге древности Шимуштигили, любое негативное событие у человека, немедленно читает этот псалом, что-то там за здоровьем, что-то с работой, что-то, что угодно, немедленно читать, он убирает именно наезжающий негатив. Иногда у человека очень плохой сон, он его нервирует, раздражает, иногда и даже сильно бояться начинает, написано, что этот псалом очень важен для улучшения сна, лечить сон, так называемый. Надо двадцать один раз повторить этот сон и потом попросить Бога своими словами, что, пожалуйста, сделай мой сон там лучше, а если он был хороший, еще лучше и так далее. Очень важно, всегда есть такая традиция освещения дома, когда заходит новый дом или снимает новую квартиру, очень важно написано, что при освещении дома, чтобы обязательно, когда прибивают Мезузу, прочитать этот псалом, это тоже способствует хорошим духовным силам. Вообще, это великий псалом, еще большой, каббалистический очень, это молитва, написано тридцатый псалом, это молитва Мардыхая Эстеры, двух тысяч вот этих вот учеников в тот момент, когда они учились, дети и спаслись от Амана. Когда Аман пришел к Мардыхаю, уже когда царь ему сказал, что уже с конем, со словами, вот что делают для человека, который царь желает оказать почет, первое, что сделал Мардыхай, написано, прочитал тридцатый псалом. Причем написано, что там частями читал его Мардыхай, прочитал его такой же псалом Эстер и двадцать две тысячи учеников Мардыхая тоже прочитали этот же псалом. Более того, говорится, что Аман тоже прочел слово из этого псалма. Я сказал без заботности своей, не пошатнусь во веки. Вот это были слова Амана. Также еще написано и община Израиля, и дух святости подтвердил это все. То есть это великий каббалистический псалом. Что есть очень интересно, там в одной строчке, по-моему в двенадцатом слове, есть слово Петахта. Имеется в данном контексте значение слова освободи, спаси меня. Там в конце, что спаси меня там и так далее. Написано, что еще можно прочитать, что здесь открой мешок с бедами. Вот открой мешок. Что значит, написано, что у каждого из нас есть свой мешок, который мы тянем по жизни. Так вот мы просим в этом псалме открой этот мешок и положить туда радость, чтобы нам было легче переносить всякие там сложности и так далее. Царь и пророк великий Давид, он знал многие тайны каббалы и применял их в своей жизни. И очень много он вложил в книгу псалмов. И написано, что для защиты от черного глаза, от зависти, от плохих желаний, помогает тридцатый псалм. Его можно, кстати, переписать с тобой, тем, кто подвержен сглазу. И кому многие завидуют, это защищает сглаза и так далее. Этот псалм читают также в сложных ситуациях. И можно молиться о ком-то, о близких и так далее. Этот псалм читают также при различных недугах. Для избавления тяжелых ситуаций, для того, чтобы увеличить силу преодолеть эти неприятности. Но в первую очередь есть еще одна вещь в этом псалме. Это большая благодарность за все блага жизни, которые тоже стоит читать, когда человеку даже и хорошо. Ну вот, пожалуй, все. Прохал и отслахал.